Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нём уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Всем привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему Максим Рут, и мы продолжаем проходить игру под названием Metro 2033. В предыдущей серии мы прошли через мёртвый город. Это был самый опасный, самый кратчайший путь до Сухаревской. На нас нападали различные твари, и мы встретили демонов, которые в последние стычки нас неплохо так атаковали. Но я успел уцелеть, забежал в какой-то близлежащий дом и затащил вместе с собой Бурбона. Тем самым мы выжили и должны сейчас, по идее, находиться на станции Сухаревская. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Ты без проблем, Бурбончик. Только давай делать всё тихо и мирно. Но там кто-то есть. Я помню эту решеточку. Это просто... Давай сюда рожонку. Чёрт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошёл. Всё, и он. Стоять! Опа! А ну-ка, посвятите мне тут... Его спалили. Опачки! Кто к нам пожалован? Да это же наш челнок Бурбон! Да ты базарить научился! Молодца! Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. Хозяин? Ну конечно. Там я убью. Хозяин? Хозяин? Куда ж тебе, как не к хозяину? Бурбон, мы делаем общее дело, так что ты там... Давай, держись. А то придётся его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай! Так, его скорее всего сейчас отведут, и нам придётся его спасать. Да. Так, как бы меня бы не запалили бы здесь. Я там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Нету тут ничего. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Окей, без проблем. Так, он всё-таки нам оставил наш калашик. Так что я думаю, вот эту штучку поменяем на калаш. Да, перезарядим. Возьмём ножи и будем двигаться осторожно и по-тихому. Опа-на! Тут-то никого нету. Так, сейчас нам надо немножечко по стелсу поиграть. Поубивать народ, так сказать. Так, вот сюда один идёт вроде как, да? Вот здесь где-то. Так, мы спалились. Где? У-ёй. Да господи! Достаточно тяжеловато тут. Противогаз, я думаю, можно снять, да? Так, ну там есть народ ещё. Вот он. Вот он. Я вас понял, братва. Ого, ты чё так близко-то подошёл-то? Так, всё, да? Проблемы исчерпаны. Ну и отлично. Так, надо облутать всех. Пока можно. Так, где-то тут же чувак умер. А, вот он. Так, что здесь? Тут невидимое... Ничего, ничего, пацанчик. Тут всё тихо. Нету нихера. Нету нихера. Действительно. Кто это? Да мерещится по-любому. Глюки. Да как ты так-то, блин? Окей. Ща будь заварушка. Ты ещё перекатики умеешь делать? Ну давай, удачи. А, я понял вас. Всё, готов. Так, ну тут лута, в принципе, достаточно будет у нас. Ого. Это какая-то новенькая. Слушайте. Я бы её обменял бы на что-нибудь вот это вот. Вау. И с глушителем, и с прицелом. Да просто вообще лафа. Я себе оставлю. Так, всё. Тут и никого. Так. У нас различные шмоточки. По стейлсу, говорю, будем проходить. Ага. Так, братка-то нашего спасать-то надо. Только где он? Ой-ой-ой, растяжечка. Вот так слепой я. Так, ладно. Будем смотреть под ноги, значит. Может, что тут есть? Просто странный какой-то проход. Действительно непонятный. Ну, похоже, тут вообще ничего нету. Только если же здесь что-нибудь... Не. Пусто. Значит, выбираемся. Так, скорее всего, сюда его завезли, да? Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или гонокон? Это все. Артём! Чё за... Ну, бурбон, а раньше стрельнуть нельзя было? Бурбон завалили. Ну, капец. Неприятно. Ты ещё кто такой? Хорош. А, ты свой? Опусти своё оружие, юноша. Там чувак ломит. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Моё имя Хан. Привет. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочёл бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, важновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Нет, спасибо. Мне просто интересно, пришёл такой, я даже его не знаю. Что ж, мудрое решение. Ну, не одному же ходить. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя я и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне всё равно было жаль моего первого напарника. Ну, блин, Бурбон сам виноват. Как говорится, не поберёг себя. Надо было раньше стрелять. Тогда бы он, может, ещё бы выжил. Сейчас наш новый напарник, это Хан. Так, у меня были заметочки, я хочу их почитать. Можно как-нибудь это сделать? Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Какое-то богом забытое место. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Как мне это сделать? Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Но я слышал детей. Видимо, уже давным-давно старый вояка. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придётся остаться тут навеки. Замри и смотри вперёд. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Это чёрный. Скорее всего, что? Он вообще ничего не боится. Не нужно обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Научимся каким-нибудь фишечкам от Хана-то. Плохой мужик, мне он нравится. Уж получше бурбона будет, а то он «Э, пацанчики!» А тут мудрый такой человек. Всё скажет, всё расскажет. Так, почитаем. Так, заметочка. На сухой риске мы не читали ещё. Наверное, такие люди, как Бурбон, родятся с петлёй на шее. Всю жизнь ходят по краю, рискуют всем ежедневно. И им кажется, что они всегда сумеют вот так бегать от смерти. Только от неё не убежишь. Если всегда ходить по краю обрыва, рано или поздно сорвёшься. Зачем я себе говорю это? Чтобы убедить себя, что я не виноват в смерти Бурбона. Что он мне всё равно бы кончил так же, рано или поздно, потому что сам выбрал для себя эту судьбу. Говорю, чтобы не слышать другой голос внутри себя, который твердит, что я мог его вытащить. Мог как-то поменять его жизнь. А ведь он не был таким плохим, человеком Бурбон. Не мы такие, мир такой. И какое право этот хан имеет его судить? Заметка первая по призракам. Я привык к опасностям. Привык, что человеческая жизнь может обрываться в любой миг. Я видел своими глазами монстров, которые не должны были существовать никогда. Я ходил по руинам города. Города, населённым одними мертвецами. Но всё это было реально. Постижимо. А то, что происходит внутри, вокруг хана, находится за грани моего понимания. Мне неуютно с ним, страшно. С ним мне начинает казаться всё, что я знаю о мире, о людях, о смерти, о себе самом. Всё глупость, всё ложь. Мне не на что больше опереться. Не на кого положиться, кроме самого хана. Ещё одного случайного попутчика. Или не случайного. Вот уж я и не знаю. Мама! Где ты? Там опять силуэты, видимо. Хан, мы идём или нет? О боже мой! А! Вот это было страшновато. И неожиданно. Я не думал, что тут какая-то тварь будет. Да, хан загадочный тип такой. Брутальный. Чем-то на Геральда из Ведьмака похож. Очень даже. В сторону, Артём. Чудеса да и только. Этот тоннель переживает своё прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Да уж. Жуткое место. Идём же. Замрю и смотри вперёд. Сколько всяких силуэтов. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники всё ещё удерживают оборону. Ступай за мной. Но не отходи ни на шаг. Тени мёртвых. Пошли. Вперёд. Кастанай лапио остырём манта. Кастанай лапио остырём манта. Аллаум раум ом. Аллаум раум ом. Кастанай лапио остырём манта. Кастанай лапио остырём манта. Аллаум раум ом. Аллаум раум ом. Кастанай лапио остырём манта. Ты реально Геральт. Он ещё заклинания знает. Я предпочёл бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Ты маг? Маг и волшебник в десятом поколении? Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное. Неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остаётся в метро. В этих трубах. Жуткое место. Вот один из них. Так, есть что-нибудь? Эх, дьявол. Что, я ничего не трогал? Я ничего не трогал. Крысы череп доедали. Классно. Там кто-то есть. Да. Там кто-то рычит, а мы определённо идём туда. Почему бы и нет? Сейчас не доточься. Без проблем. Сейчас. Кто там? Это было легко. Я как-то узнал, у него даже лица нет на нём. Всё, обголодали. Идём же. Пошли. Так я маленько застрял. Слушайте, такое место довольно интересное. Сосредоточься. Так. Когда он говорит сосредоточься, значит откуда повалят эти твари. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Замри. Так, похоже на шаровую молнию. Реально это шаровая молния. Интересно. Всё, можно идти. Мы называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Ой-ёй. Там кто-то гораздо крупнее этих тварей. Он пошёл и кокнул аномалию? То есть аномалия кокнула чудовище. На самом деле она не злее, ну скажем, огня. Всё зависит от боевого взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, но прежде чем делать выводы. Теперь поймём. Тут небезопасно. Да, тут небезопасно. Кругом кости, кругом чудовище. Вот, смотрите, обголоданные просто скелеты валяются. Так, я буду постоянно за ханом ходить. Сзади. Ого, вот эти сальтухи крутишь. Чудовище возвращаются. Чудовище возвращается, Гарриш? Да господи! Ты меня оставил на погибель здесь вместе с ними? Так, так, так. Вот это больно. Чудовище становится слишком много. Ну, в принципе, отбиваемся, да. Дробовик неплохо так помогает в борьбе с этими тварями. Всё, отбились. Нет, вру. А вот теперь отбились. А, фиг там, по-моему, да? Будь наготовен. Вмешиваться не стоит. Так, можешь какую-нибудь гранату кидануть? Нифига ты. Брутальные мужики не смотрят на взрывы на свет. Жесть. Ты клёвый. Ты мне нравишься. Вот так оно и происходит. Живой пример. Буду знать. Прикиньте, да? Нас аномалия спасла. Блин, а можно с тобой вечно ходить? Мне понравилось. Он умнее бурбона намного. Всё повидал. Прыгай над резину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберёмся быстро. Хотелось бы думать, что это так. Поехали. А тут какая-то... Клёвая дрезина. ...благородная и важная миссия. Надумаешь ли ты, что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Будем надеяться. Тебе не нужно отвечать. Я ответь. Я пообещал хантеру... Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привёл меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Её жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Ну что ж, дорогие друзья, мы нашли хана, и на самом деле я рад, что мы его нашли. Довольно мудрый мужик, такой брутальный, с бородой, похожий на Геральта, умеющий читать заклинания. Так что я думаю, будет дальше гораздо интереснее, чем было до этого. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приглашайте своих друзей, пишите различные комментарии, я всё прочитаю мне, и это всё интересно. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующей серии Метро 2033. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok